ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Но так ли это? Давайте внимательно всмотримся в мир стерни, в эти микроскопические джунгли. Они полны жизни. Здесь масса болезнетворных грибков и вредителей. Вот твердая головня пшеницы. Вот полосатая ржавчина. Здесь же затаились семена сорняков, мышия, полевого овсюга. А вот хлебный пилильщик. Все они враги будущего урожая. Главной задачей лущения как раз является уничтожение вредителей и создание условий для скорейшего прорастания семян сорняков. Спровоцированные к росту сорняки затем легко уничтожаются при зябливой пашке. Кроме того, при лущении уменьшается испарение влаги из нижних слоев почвы. Все эти задачи лущильник может выполнить в том случае, если он хорошо подготовлен к работе. Основное в этой подготовке установить необходимый угол атаки сферических дисков. У лущильников с постоянным углом атаки дисков этот угол равен 35 градусам. У лущильников с переменным углом атаки он может быть установлен в пределах от 15 до 35 градусов. Угол атаки подбирают в зависимости от состояния почвы. При работе на уплотненной и засоренной почвах следует выдерживать максимальные углы атаки 30-35 градусов. Угол атаки изменяется с помощью раздвижных тяг. Движение тяг вызывает перемещение боковых брусью, а следовательно и изменение угла атаки. При этом смещаются и крайние колеса. Их ставят параллельно ходу лущильника. Необходимо помнить, что при увеличении угла атаки растет и глубина хода дисков. Но угол атаки может и не дать необходимой глубины. Тогда ее следует увеличить за счет установки батарей на нижнее отверстие понизителя. Если лущение ведется на твердых почвах, то глубину хода дисков увеличивают путем загрузки балластных ящиков. Обычно глубина лущения составляет 4-5 сантиметров. Лущильник имеет ту особенность, что при малых углах атаки он работает как дисковая барана, которую вы сейчас видите на экране. Субтитры создавал DimaTorzok